Вопрос по поводу пояска. Интересуюсь, почему у вас принято носить поясок, а не заправлять одежду в брюки, в штаны? То есть это немецкая форма, в брюки, в штаны, она-то везде на западе. Вот. Брюки, в штаны. А здесь-то остается тогда так, и туда вся пыль, все попадает внутри-то, а не скатывается вниз. Я пишу. У дореволюционных художников или фотографов не найдете простого мужика без пояса на рубахе на выпуск. Так же одете его дети. Слово «пояс» в Святой Библии упоминается 102 раза. А что без пояса, то только один раз о иноземном захватчике Рапсаки. Вопрос, в поясе ли вы? А если не в поясе, то еще и дресс-код на вас исполнился тогда. Пояс может быть из любого материала, но чтобы только не было во вред здоровью. Никогда не снимается, как и нательный крестик, ни в бане, ни на ночь. Это постоянный. Но для праздников может быть особый, широкий, любой расцветки. Совершенно любой. И, как правило, завязывая и на себе, и на детях на четыре узла. Ничто это не символизирует, просто чтобы не потерять, не развязался. Символ пояса есть и весьма поучительный и ценный. А именно, я Писание сразу привожу, опровергать тут никто не будет. Итак, станьте припоясом в шресло вашей истинною и облегшись в броню праведности. Если никто не носит платки, как женщина, мужчина пояса, мужчина без бороды, слово пояс припоясание, припояжься, встречаются эти слова во всей полной Библии, полной Библии. Я не брал, не помню, 125, 102 четко. Нам это ни о чем не говорит. Во Святой Библии нет ни одного лишнего слова. И вдруг столько раз упоминается о предмете, который вроде бы и не греет, и не продлевает жизнь. В поясе были пророки, апостолы, воины, и ныне Христос, святые ангелы. А распоясаться, такое слово встречается в Святой Библии только один раз, единственный раз. И говорит, как и в поговорке о том, что человек хулиган, разбойник распоясавшийся, болтающий, что попало. Вот теперь мы считаем, где это написано. У кого есть Писание, он может проверить, просчитать, так ли это. Третья царь, двадцатая, глава, одиннадцатый стих. Отвечал царь израильский и сказал, скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. И, однако, весь мир сегодня держится одного слова, в самом отрицательном смысле, употребленном во Святой Библии. А на сто два раза упоминание о поясе во Святой Библии – ноль внимания и дикое противление хуления. Что? Это само по себе и во всех народах, и от малого до большого. И само собой и так? Кто же это так делает, как не враг душ человеческих, чтобы люди и в малом, и в большом были враждебны прямым указаниям Божьим и не подражали ни Христу, ни апостолам? Филиппийцам 3.17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Деяние 21.11. «И, войдя к нам, сам человек взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужичи этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». То есть смотрящих сквозь время. Вот Вольф Мессинг этого никогда не видел, а все убийство, война, где умрет, то есть от дьявола это было. Курил, пил, жил в блуде, а здесь пророк говорит, Агав, Иеремия 1.17. «А ты припаяшь шресла твои и встанешь, скажи им, все, что я повелю тебе, не малодушиствуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть будут шресла ваши припоясаны, это для всех, оба ваши на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью, с поспешностью не сидите». Исход 12.11. Это Пасха Господня. Дианя 8.8. «Сказал ему ангел, опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Интересно как. «Наторопиться из тюрьмы, от угрозы смертью выводят отца, опояшься». То есть он на ночь снимал. Откровение 1.13. «И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, обреченного в падир и по персям, поясанному золотым поясом». По груди, не внизу. Это не поддержание чего-то. Откровение 1.13. «И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому». Вот нашли. 1.13. «И откровение 15.6. «И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язву, обреченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Ну зачем говорить? Монахи, военные, все в поясах, где есть дисциплина, собранность. Народные фольклорные ансамбли, казаки, все в поясах, шикарных на сцене, хотя бы на картинках всех художников Репина, Воснецова, Поленова, Сурикова и иных. И в житиях святых, видим пояса, 15 февраля, Евсеевий пустынник, был настолько истощен в постах, что пояс не мог держаться на нем. 22 апреля Федор Секиот, когда был с матерью в храме, снял с себя гривну и пояс. И отдал матери, забери это. 27 июня, сам сон. Вместо пояса у него была веревка. 21 июля, Симеон юродивый. Не знаю, с чего же начать свое юродство. Он вначале ножом изрезал свою одежду. Потом нашел мертвого пса, привязал его поясом за ноги и протащил по всему городу. Вот эта святость. Ну вот о поясе ответ один. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать. С нашего канала. Благодарим вас за просмотр данного видео. Ставьте палец вверх под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. И нажимайте на колокольчик. Колокольчик будет давать вам возможность узнавать о новых полезных видео на нашем канале самыми первыми. Субтитры подогнал «Симон»!